Названы физические нагрузки, которых следует избегать, могут сократить продолжительность жизни. Японское исследование образа жизни показало, что люди, чья работа требовала постоянных и интенсивных физических нагрузок, умирали раньше. Об этом сообщает издание «Экспресс». Ученые выяснили, что у сверхактивной группы продолжительность жизни была значительно короче, чем у групп, работа которых могла выполняться сиди. Результаты показывают, что слишком много физических нагрузок может негативно сказаться на здоровье. Исследователи изучили профессии чуть менее 700 артистов, принадлежащих к одной из четырех традиционных японских профессий. При этом один из видов традиционного театра Японии кабуки требует больших физических нагрузок. Выступления кабуки предполагают быстрое движение и непрерывную практику, чтобы оставаться в форме между выступлениями. Продолжительность выступления этих артистов была также самой продолжительной в исследовании, шоу длилось в среднем четыре часа. Другое исследование показало, что артисты-исполнители предрасположены к травмам и проблемам со здоровьем. По данным ученых, 88% исполнителей кабуки страдали от проблем со здоровьем, возникших в результате рода деятельности. Наиболее частыми были травмы спины, колена и стопы. Совсем отказываться от физических нагрузок также не стоит. Существует множество доказательств того, что умеренные физические нагрузки продлевают жизнь. В исследование также была включена контрольная группа, состоящая из членов королевской семьи. Среди представителей императорской линии также есть люди, которые рано умирали. И это несмотря на лучший доступ к медицинскому обслуживанию и лучшее питание. Исследователи предполагают, что это вызвано сочетанием стресса с отсутствием физических упражнений. Также свою роль играет несбалансированное питание. Другое исследование показало, что упражнения обеспечивают более благоприятный эффект для долголетия, если их выполнять в умеренных количествах и прекращать до момента истощения. Одно исследование из журнала Cell Metabolism связывает чрезмерное количество высокоинтенсивных тренировок с митохондриальной недостаточностью. Митохондрии – это компонент клеток организма, отвечающий за производство энергии. Нарушение митохондрии связано с ухудшением толерантности к глюкозе, что потенциально увеличивает риск диабета. Напомним, врач назвала. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкайт, овощ, который может сильно навредить почкам. Ранее врач назвала натуральные средства от боли в горле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова